Три тысячи влюбленных в науку молодых людей собрались в образовательном центре «Сириус» на конгресс молодых ученых. Каждый приехал со своей идеей. Например, студенты Ульяновского педагогического университета работают над приложением, которое станет помощником для людей с нарушением зрения. Мы создаем приложение для людей с проблемами зрения, которое будет определять лекарственный препарат по его внешнему признаку. То есть будет наводим телефон на пачку упаковок таблеток. Он говорит, что за приложение, какой способ применения. Конгресс – хороший повод найти единомышленников и спонсоров, познакомиться с новыми разработками в информационных технологиях, робототехнике, механике и многом другом. Аспирант Алексей Голубков работает в лаборатории математического моделирования, также в педуниверситете. Он отметил, обсуждали в том числе и меры поддержки молодых ученых. Да, такие мероприятия очень важны, особенно такого крупного масштаба. Они позволяют завести большое число новых знакомств. И очень интересно посмотреть выставку на это мероприятие. За три дня Конгресса на площадках провели дискуссии, сессии, круглые столы и пленарные заседания. Основные темы – управление и инвестиции, развитие инфраструктуры и привлечение кадров. Для нас, молодых ученых, особый интерес представляют площадки РНФ. Ведь молодому ученому важно не только добиться каких-то научных результатов, но также получить грантовую поддержку своих научных идей. Также на мероприятии прошла научно-образовательная выставка «Вузпром-экспо-2021». Ведущие российские университеты и крупнейшие промышленные компании представили свои технологические разработки. Ульяновский технический университет представили открытую платформу для проведения робототехнических соревнований и беспроводной модуль съема телеметрической информации.